Холодная зима 2016-го обернулась голодной зимой 2017-го. Квитанции за квартиру довели жители Сурмовского района до ломбардов. В жировках за январь оказались небывало высокие цифры. Я собираюсь кольцо в ломбард сдать, а нам вон цепочку крестит. Нас довели уже, простите. 13 тысяч. За что? Живу одна. И навали вторую группу. Пром заболевание. Я говорю, что издеваются, падлы. Убивать надо вас, сукин. И мы прям все как-то в шоке по поводу этого. Это мы еще без газа, без электричества, без телефона и без интернета. А это еще плюс полторы тысячи. Да, самые ручки, давайте зайдем ко мне в квартиру и снимем мою кровать, на которую течет вода. Я не могу найти управы ни у кого. Вот, это вот с утра, вот натекло. Это протечка, это у меня крыша течет, за которую я 7 тысяч плачу. Заходите. У меня света нет, потому что все провода. Вот, видите, вот, все течет. Вот снимайте. Это моя комната, наша кровать, на которой мы с мужем спим. У нас сгнили все одеяла. Вон, видите, вон они капельки. И за это я плачу 9 тысяч рублей. У меня пенсии 8,555. Это у меня, я буду теперь платить, вот я заплатила 6,5 тысяч. Это разве можно? Как же жить-то? Как жить? Как жить? Мы говорим про кого-то, чего-то. А нас обирают, грабят средь бела дня. И никакой управы нет. Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия.